Бой японского барабана тайко словно набат. Ульяновск в очередной раз принимает чемпионат Приволжского федерального округа по кёкушин карате. Согласно легенде, именно набат тайко заставляет биться в унисон сердца участников соревнований. На этот раз в Ульяновске их собралось более 400 из 35 городов по Волжье. На татаме бьются и начинающие спортсмены, и лидеры сборной России. Этот вид спорта формирует культуру, не только физическую культуру, но и культуру нравственную, духовную. В нем есть глубокий смысл. Уметь сохранить свое достоинство. Как сейчас принято говорить, личный суверенитет. Это вид спорта для тех ребятишек и девчонок, которые способны сами себя зачастить, маму, папу. Особое внимание болельщиков к розыгрышу медалей среди лидеров национальной сборной. Первым борьбу завершают профессионалы раздела ката. И лучший среди всех – 33-летний учитель физкультуры одной из частных ульянских школ – Ильнар Нурмухаметов. Карате он занимается уже почти четверть века. Но в последние годы поединком с реальным соперником предпочитает комплекс ката. Естественно, это как тренировка определенная. Напряжение мышц есть, есть баланс. Чувство своего тела, ориентация пространства. Это очень важно. Еще важнее чувствовать свое тело и ориентацию в пространстве в реальных поединках. Кумите. Восемь сильнейших разыграют звание чемпиона в абсолютной весовой категории. Перед началом очных противостояний один из самых эффектных конкурсов. Томишеваре. Разбивание досок. Четыре способа – ударом кулаком, ребром ладони, локтем и ногой. Лучшим становится Станислав Недобешкин из Татарстана. 15 разбитых досок принесли ему не только победу, но и специальный приз. Томишеваре – это самый необходимый турнир, когда ты вызов бросаешь не сопернику, а самому себе. Потому что между тобой и доской нет никого. И здесь, наверное, самое важное – именно психологический барьер. Именно его переступить. Правда, о реальных поединках Недобешкин не смог пройти дальше четверть финала. Его победил главный фаворит соревнований – Ульяновец Артем Семенов. Далее подопечный тренер Александр Паулкин провел еще два впечатляющих поединка и стал чемпионом Приволжского федерального округа. В сентябре в Красноярске ему защищать честь по Волже в рамках чемпионата России. Михаил Сашанский. Новость Ульяновской правды.